Приветствую всех на канале Грамотная Мама, меня зовут Алина. Сейчас я вам покажу альтернативу парафинотерапии, а точнее, как использовать солевую грелку при дисплазии тазобедренных суставов. Итак, у меня вот такая грелка, это считается лор-грелка, то есть для лор-органов. Она небольшая, но мне она больше нравится. Я видела такую, которую используют при дисплазии именно сустав, там такая она большая, но мне показалось неудобной. Итак, лечение дисплазии тазобедренных суставов в домашних условиях нацелено на улучшение кровоснабжения, то есть чтобы кровь лучше циркулировала вот в области тазобедренных суставов. Итак, как это делается? Итак, что нам нужно? Это грелка, пеленка, либо платочек, и в моем случае это эластичный бинт. Что делаем? Включаем грелку. Включили, видите? Она пошла, пошла реакция. Не нужно сразу прикладывать, по идее нужно подождать минут 10, чтобы самую максимум температуры прошел, и можно уже прикладывать. Я вам покажу, как это делается. Беру простую пеленку, вот так кладу, ну, в пару слоев достаточно, больше не надо. Вот так, чтобы оно не при... ну, больно не было. Мой любопытный мальчишка хочет все урвать. Итак, я чередовала, то есть 10 дней у нас были, ну, 10 дней подряд я делаю грелку, то есть чередую. Один день я делаю на область копчика, то есть вот сюда. Другой день у меня были две грелки, одна сломалась. Я делаю две грелки вот прямо на суставы. Сейчас я вам покажу сначала, как делать на копчик. То есть вот в пеленке, ну, можно платочек поменьше, просто вот завернули грелку, кладем на копчик, прижимаем и фиксируем эластичным винтом. Смотрите, чтобы она высоко на поясницу не съезжала, грелка, то есть, ну, чтобы вот она была на копчике. Сильно не затягиваем. Наша задача просто зафиксировать. Если ребенок ползает уже, когда ползала лица, я делала вот так вот, вокруг ножек обматывала. Наша цель просто зафиксировать. Вот таким образом зафиксировали. Вот что у нас получилось. Грелка вот здесь находится на копчике. В таком положении ребеночек, ну, вообще сеанс, то есть грелки, да, вместо парафинотерапии, я спрашивала у ортопеда, я спрашивала у физиотерапевта, да, можно ее использовать вместо парафинотерапии. То есть, таким образом, ребеночек находится минут 10. Этого будет достаточно. Потом грелку снимаете и проводите массаж, о котором я расскажу в другом видео, в отдельном. Это была грелка на копчик. Вот так вот на сустав мы непосредственно, ой, на вот эту, на сустав приложили, с другой стороны точно так же, то есть вот, вот прям вот сюда на сустав нам надо, вот это место. Вот так приложили и точно так же пошли фиксировать. Со второй стороны, по идее, тоже у нас грелка здесь. Вот их фиксируем вокруг ножек, делаем такие шортики. Сильно не затягиваем, наша цель не дать им просто сползти. Все, грелка на суставе. Нам разрешили это использовать вместо парафина, чтобы не мучиться. Точно так же сеанс 10 минут, то есть один день делаете на копчик, другой день делаете по парму на суставы. Таким образом улучшается кровоснабжение. Этого достаточно. Ну, 10 сеансов, потом необходимо сделать перерыв и можно повторять. Противопоказания к применению солевой грелки, это, естественно, простудные заболевания, повреждения кожи, воспалительные заболевания кожи. Ну, это уточняйте со своим лечащим врачом, который вам рекомендует либо парафинотерапию, либо солевую грелку.